Доброе утро! Расскажите, что мне даст, что даст моему бизнесу участие в этом проекте? Преимущества участия в национальном проекте очевидны. В коллективах прививается к культурно-непрерывных улучшений, внедряется культура бережливого производства. Мы обучаем и руководителей, и сотрудников, формируем проектные команды на предприятиях. Совместно с командами предприятия мы оптимизируем потоки, увеличиваем производительность, увеличиваем выработку и, собственно говоря, прибыль предприятия. Стабильный прирост по итогам внедрения составляет не менее 5% в год. Кроме того, для предприятий, участников национального проекта доступны и дополнительные сервисы. Это цифровые решения и программные решения, в том числе в рамках программы импортозамещения. Это финансовая поддержка микрозайма от 2% до 5 миллионов рублей, 2% годовых. Это займы от 1% годовых до 500 миллионов рублей. Это различные субсидии на приобретение оборудования, на уплату лизинговых платежей, либо на первоначальный взнос по лизинговым платежам. И в рамках нашей региональной программы поддержки промышленных предприятий, развития промышленности и туризма, предприятия-участники национального проекта имеют дополнительные приоритетные баллы при конкурсе на получение финансовой поддержки. То есть всесторонне идет поддержка и помощь. Ну хорошо, допустим, мы приняли решение об участии в таком национальном проекте. И вот что дальше? Что дальше и как будет выглядеть наше, собственно, участие на практике? Сотрудники нашего регионального центра компетенции приходят на предприятие, совместно с руководством предприятия определяют наиболее проблемные участки, определяют так называемый пилотный поток, который мы будем развивать, расширять. Вместе с рабочей группой из состава сотрудников предприятия в течение нескольких месяцев идет работа над этим потоком. С минимальными финансовыми затратами происходит перенастройка, переналадка, расширяется протекание процессов и, собственно говоря, таким образом увеличивается объем выпуска продукции и сокращается себестоимость. Но если говорить своими словами, наверное, если сравнить с дорожным движением, мы смотрим перекресток, где образовывается затор, устраняем причины, которые этому затору мешают. И в целом движение становится по дороге более равномерным. Немаловажно, что те проектные команды, которые начинают работать с нами на предприятии после выхода наших экспертов с предприятия, вот эти проектные команды продолжают развивать, внедрять культуру постоянных улучшений. Таким образом предприятие непрерывно развивается, непрерывно повышает эффективность и, собственно, повышается и значимость предприятия как работодателя. Потому что работникам становится интересно работать, становится интересно внедрять различные проектные решения и, собственно, увеличивать производительность. Сколько предприятий Югры уже стали участниками этого проекта? И действительно ли их показатели изменились, улучшились? На сегодняшний день соглашения у нас заключены с 35 предприятиями. Из них в 31 предприятии уже завершилось наше участие, то есть там уже происходит самостоятельный процесс. 18 предприятий у нас отрабатывались с нашими экспертами регионального центра компетенции и оставшаяся часть была в работе у экспертов федерального центра компетенции, наш совместный с ними проект. Ну, чтобы понимать, какие преобразования происходят на самом предприятии, наверное, как никто об этом расскажет Наталья Эдуардовна Морозова, как раз специалист по внедрению бережливого производства на нашем предприятии, муниципальном водоканале. И особо отмечу, что водоканал в прошлом году участвовал во всероссийском конкурсе наставничества и вместе с компанией Талспецстрой тоже из Югры заняли призовые места. Водоканал занял даже первое место в своей категории наставничества в сфере повышения производительности труда. Давайте послушаем. Спасибо большое. Муниципальное предприятие «Водоканал» является участником национального проекта с 2020 года. Основными ценностями для предприятия является клиентаориентированность, снижение аварийных ситуаций и уровень удовлетворенности предоставляемых услуг. В потоке разработаны карты создания потока ценности. Также выявлены зафиксированные проблемы, разработан план, который в данный момент реализован. Пространство рабочее организовано по системе 5С. В потоке результаты самые эффективные – это сокращение времени протекания процесса с 43 минут до 14 чистка корзины. Это также повышение производительности труда. И экономический эффект в год составляет 4 166 000 именно непосредственно на потоке оптимизации канализационно-насосных станций. Далее я хочу сказать о том, что в рамках данного проекта на платформе «Технопарк высоких технологий» более 60 сотрудников прошли обучение по офисным, производственным и вспомогательным процессам. Обучение в полный рост. То есть сотрудники предприятия обладают первичными, базовыми знаниями, навыками, умениями применения инструментов бережливого производства. Также хочу отметить, что муниципальное предприятие «Водоканал» активно ведет наставничество. У нас сотрудничество с Югорским государственным университетом, что позволяет студентам приходить на производственную площадку, на живой процесс, смотреть и создавать проекты. Также хочу отметить, что тиражирование практики у нас происходит на следующие потоки, такие как оптимизация ремонтно-механической мастерской в данный момент, техническое обслуживание 1, КАМАЗ, формула колесная 6х4, создание рабочего пространства по системе 5С, также чистка канализационных сетей, оптимизация процесса чистки водопроводных сетей и офисные процессы, бухгалтерия, абонентный отдел. В данный момент залив цифровизацию, установка, разработка чат-бот-робот, который 24 на 7 высвобождает у нас персонал от типовых вопросов, и экономический расчет в год 367 тысяч. Слушайте, ну это потрясающе. Спасибо вам большое. Это потрясающе. Мы понимаем, что об этом можно говорить и говорить, но, к сожалению, время нашей программы тоже ограничено. Давайте поскажем телезрителям, что всем промышленным предприятиям, которые заинтересовались, все предприятия базовых несырьевых отраслей, как уже стало известно и коммерческие предприятия, и муниципальные, ждем на площадке технопарка в нашем региональном центре компетенции, более подробно поговорим, более подробно все расскажем, объясним, снимем все сомнения, и вместе повысим производительность наших промышленных предприятий игры. Ну что же, все в технопарке, дорогие друзья, вам спасибо огромное. Доброго года утром желаем вам с гостями. Прощаемся. С вами живемся две-две с половиной минуты. Дождитесь.